Дорогие друзья, Андрею Дмитриевичу Сахарову сегодня, 21 мая 2021 года, исполнилось бы 100 лет. Царствие небесное этому светлому человеку, одному из величайших людей 20 века. Сегодняшняя публикация на сайте Лента.ру. Видите заголовок? В России назвали изобретателя самого страшного оружия в мире. Советский физик-теоретик Андрей Сахаров является одним из изобретателей самого страшного оружия в мире – водородной бомбы. Посвященную выдающемуся ученому колонку для ТАСС написал член Ассоциации историков Второй мировой войны, кандидат технических наук Дмитрий Хазанов. Не исключаю, что среди подписчиков моего блога и на сайте Динамо Киева от Шурика и моего канала в Ютубе немало молодых людей, родившихся уже, к примеру, в независимой Украине, которым фамилия Андрей Дмитриевич Сахаров мало о чем будет говорить. И это неудивительно. Более того, сегодня я сомневаюсь, будет ли востребован человек такого калибра, как Андрей Дмитриевич Сахаров в Украине, особенно тем, кто ею нынче правит, потому что управлять, к сожалению, они пока не научились. Осомневаюсь я после просмотра программы на телеканале «Наш» с обаятельной ведущей Анной Степанец. И вот, видите, 21 травня, 100 роков с дня народжения физика Сахарова. На этой программе речь шла о личности Андрея Дмитриевича Сахарова. И я, как говорится, подписываюсь под словами Анны Степанец о том, что идеи Сахарова необходимы сегодняшней Украине. Обязательно дам ссылку этой программы и настоятельно рекомендую, посмотрите сами, покажите эту программу, пусть посмотрят и внимательно послушают ваши дети, взрослые, внуки. Гостями студии были известный украинский политик Игорь Смешко и психиатр, известнейший советский правозащитник Семён Глузман. Возьму на себя смелость сказать, что это был мастер-класс от Игоря Смешко и Семёна Глузмана, который был лично знаком с Андреем Дмитриевичем Сахаровым и его второй женой Еленой Георгиевной Боннер. Потому что гуманизм, вы знаете, у меня есть хорошие приятели и отец одной очень уважаемой мной женщины, он генерал-майор, лётчик, закончил войну, герой Советского Союза. И вот на 9 мая, он подымал тост, он не любил, как и все фронтовики, как и в моей семье фронтовики, они не любили говорить о войне. И он подымал тост и говорил, этот генерал, я хочу выпить со всех тех, кто на самых бесчеловечных из войн учил меня милосердию. Вот если мы не поймём, что и вклад наций, все нации любят себя, это естественно, но для того, чтобы нация чувствовала себя действительно гордой, главное, какой вклад в культуру, в мировую культуру, науку и гуманизм ты вносишь. Начинается всё с любовью к своей нации. Сделай счастливую семью, сделай счастливые соседи, сделай счастливый город, сделай счастливую страну, а потом очень осторожно, но попытайся думать, что твоя свобода действий заканчивается где? Начинается свобода других. Компромисс — это всегда, когда теряют двое. Если теряет только один, это не компромисс, это диктат, это надругательство. Поэтому, если вот сейчас мы ещё не вернёмся обратно, особенно с информационным взрывом, когда дети, ну, они ушли от читания книг, ушли от размышления. Ведь, опять-таки, феномен Андрея Дмитриевича — он дворянин. Он по линии и отца, и мамы потомственный дворянин. Аристократ. Его дедушка по линии и мамы, генерал-лейтенант императорской армии в 1917 году, он вырос среди книг, они обсуждали их в их семье, Майн Рид, Дюма, Вальтер Скотт, собирались в коммуналке и обсуждали, он вырос как духовный человек, блестящий физик. Ну, таких людей, они рождаются раз в столетие. И его вклад в историю, вот я помню его ещё, я был подполковник, когда вот эти все вещи происходили, когда он был уже в Верховном Совете, я следил, я с восхищением, я как технократ, как доктор технических наук, который занимался в том числе созданием системного ведения управляемого оружия, я восхищался им как учёным, физиком, это фантастика то, что он делал. И потом, когда он начал эти вещи делать, это действительно глыба. Поэтому Царство Небесное, Вечная Память, а в Киеве уж точно должна быть улица имени Академика Сахарова. Мысленно я аплодировал Анне Степанец, как прекрасно с моей точки зрения она подготовилась к этой программе, как она её вела. Послушайте фрагмент. Вы сейчас сказали неоднократно о том, что это великий гуманист, да, и вы говорили вот уже, Семён Фишевич, на таком абсолютно личностном уровне, да, как это выглядело. Потому что есть глобальный масштабный уровень, вот Игорь Петрович сейчас о нём сказал, вы нам вот этот дали человеческий, да, уровень, которого мы мало, мы мало о нём слышим. Вот об этом Теплееву, да, мы слышим о его мозге, о масштабе личности. Но, знаете, это очень интересно, если в Украине вообще никто не говорит о Сахарове, который, как оказалось, со слов Семёна Глузмана, был в Украине и был в Киеве. Так в Украине вообще он не нужен. И такие люди гениальные, как вы говорите, Игорь Петрович. Но в России о нём говорят. Вы знаете, недавно было, ну это же тоже очень интересно, вот недавно в шоу Владимира Соловьёва вот очень долго говорили, рассуждали о Сахарове. И кричали там криком буквально, слушайте, да какой он гуманист вообще, вы вообще с ума сошли. Он автор водородной бомбы, значит, придумал её, и вообще он автор идеи этого пролива американского на месте нынешних Соединённых Штатов. Вообще должен был быть огромный пролив, это Сахара много. Какой он гуманист, Бога побойтесь, ну это они так говорят, это я вам говорю о дискурсе, который сегодня существует. Вы понимаете, что ещё один интереснейший, с моей точки зрения, фрагмент Семён Глузман рассказывает о ссылке Андрея Дмитриевича Сахарова вместе со своей женой Еленой Георгиевной Боннер в Горький. И они просто жили и доживали там. И вдруг Горбачёв, который сообщает им о том, что им сегодня, ну кто-то пришёл из местного начальства КГБ, уже не помню детали, и сказал, сегодня с вами будет разговаривать Михаил Сергеевич, вам сейчас поставят телефон. Им поставили, у них не было ни телефона. Если какие-то москвичи-друзья приезжали тайком, если удавалось, и встречались на улице, то тех забирали. То есть это была полная изоляция. И первое, о чём попросил, когда Горбачёв позвонил и сказал Андрей Дмитриевич, я уже не помню эти слова, реабилитация, вы возвращаетесь в Москву, первое, что сказал, потребовал Сахаров, свободу советским политзаключённым, всем. Он не говорил о себе, он не говорил о своей больной жене. Он говорил о том, что я вернусь в Москву, когда вы начнёте выпускать политзаключёнок. Причём, опять же, это Сахаров. Он, ну понятно, что он был человек русской культуры, он был воспитан в русской культуре, но он был человек абсолютно далёкий от какого-то российского национализма или чего-то подобного. И он выступал за освобождение списки, которые он подавал зарубежным корреспондентам, когда он ещё был в Москве, содержали не самых приятных людей, которые с нами сидели. Ну, мы ж разные были, и КГБ арестовывал не только по каким-то принципам политическим. Попадали люди разные. Эта программа вышла в эфир в день пресс-конференции Владимира Зеленского. Прислушайтесь к словам Семёна Глузмана. Я знал, что мы сегодня встретимся и о чём мы будем говорить. Для меня это было очень остро, и я понял сегодня, что не нужен сахар в Украине. Ну, давайте говорить прямо. Той Украине, которая при власти... Да, эта Украина не такая жёсткая, не такая жестокая, как московская власть, путинская. Тут такого нет. Хотя могут быть попытки, но я просто очень хорошо отношусь, в отличие от многих руководителей страны. Я понимаю, что украинский народ на каком-то этапе скажет «нет». Так мягко говоря. Мы другие. И вот у меня возникло ощущение, даже не ощущение, уверенность. Моя субъективная уверенность. Память о Сахарове здесь не нужна. В независимом международном интернет-издании «Кругозор» в июне 2011 года была опубликована статья «Подвиг» памяти Елены Георгиевны Боннер. Её энергии и работоспособности хватило бы на много жизней. При этом она не забывала быть страстной и любящей дочерью, матерью, бабушкой, в последнее время и прабабушкой. Такой запомнилось всем, кто её знал, Елена Георгиевна Боннер. Она осталась примером мужества, совестливости, благородства. Среди тех, кто подписал «Некролог» в журнале «Кругозор», есть и подпись вашего покорного слуги. «Пухом земля этой великой женщине», – написал я. Однажды в 1991-м имел честь по телефону из Киева взять короткое интервью у Елены Георгиевны для «Радио Свобода», которое я в ту пору представлял в Украине. Всегда с интересом читал её комментарии на различные события в мире, которому, с моей точки зрения, теперь очень будет не хватать Елены Георгиевны Боннер. А звонил я в канун Старого Нового Года, когда в Вильнюсе танки штурмовали телецентр в 1991 году. А позвонил мне об этом из Москвы Юра Щербак, мой друг, народный депутат СССР, известнейший украинский писатель, доктор наук, который в ту пору был народным депутатом СССР и входил в группу, которую в своё время в Народном Совете СССР организовал Андрей Дмитриевич Сахаров. Одним словом, дорогие друзья, повторяю, что ссылку на эту программу я дам и настоятельно вам её рекомендую посмотреть и внимательно послушать. Больше узнать о великом Андрея Дмитриевича Сахарове, о Елене Георгиевне Боннер. Вот такой информацией очень хотелось и, я думаю, должен был поделиться с вами в день столетия Андрея Дмитриевича Сахарова. Будьте все здоровы, благополучны, скажу своё традиционное, несмотря ни на что, оставайтесь оптимистами. Становитесь подписчиками, если вы ещё не подписались на мой канал в Ютубе. К слову сказать, на главной странице моего, канал в Ютубе, вы увидите рекомендуемые мной интересные каналы и сможете легко прямо отсюда выйти на них. Буду благодарен тем из вас, кто будет оставлять свои комментарии и признателем, если будете привлекать, становиться подписчиками моего канала и своих друзей. Рад буду новым подписчикам и своего блога на сайте «Динамо Киев» от Шурика. Искренне ваш Дэви Аркадьев из Филадельфии. Сегодня 21 мая 2021 года.